параграф нашего УМК посвященный движению системы тел не только с учетом трения вот сейчас я покажу его так вот движение системы тел тут целый параграф виден сейчас фрагмент на сейчас мы уберем лишнее вот движение системы тел все есть вот в папке файлы и в чем состоит проблема и какие главные подножки когда вмешивается трение вот смотрите мы в качестве такого первого пункта этого параграфа вот он со звездочкой он предназначен только для углубленного изучения физики и для тех кто собирается готовиться к ЕГЭ хоть он и занимается в классе с базовым изучением значит вот здесь общие такие правила хорошо известные но когда вот изобразите на чертеже все силы действующие на каждое тело системы запишите уравнение второго закона Ньютона для каждого тела в проекциях на выбранную всю координат учтите при этом третий закон Ньютона уточняющие слова условия и используя полученную систему уравнений выразите искомые величины через данные вот подробнее у нас немножечко об этом ну или не подробнее как бы как общее золотое правило решения задач у нас это сформулировано мы теперь поместили это в начале каждого учебника наряду с эпиграфом взятым из конкурса вот скажите пожалуйста если все как это гладко было на бумаге да забыли про обратить вот скажите пожалуйста если у нас есть трение его нужно учитывать ну сухое трение в котором так сказать как мы знаем это может быть тело трения скольжения может быть тело трения покоя вот скажите на каком шаге вот из вот этих трех уже нас ждет подножка напишите пожалуйста вот мы можем первые хотя бы первые мы можем выполнить без проблем что давайте сегодня попробуем в формате диалога но настолько насколько можно чтобы и у нас вот если в системе присутствует трение можем ли мы первые уже даже первые хотя бы так жду жду от вас так здравствуйте а вот ответ на мой вопрос кто нибудь может напечатать какие проблемы встречаются при наличии трения какие проблемы почему уже первый пункт вызывает затруднения так ну что никто не хочет написать мне ну предложить свой вариант так ну что там в чате полное молчание так ну тогда что мне рассказывать наверняка же вы с этой проблемой сталкивались ну если так здравствуйте ну а вот ответ на мой вопрос можем ли мы изобразить сразу на чертеже все силы действующие на каждое тело системы если нам нужно учитывать трение между телами системы даже в самом простом случае если тело лежит это понятно на разные это так ну естественно на разные тела но вот даже самый простой вариант лежит тело на наклонной плоскости вот и можете вот вот предположить да дело в том что если у нас спасибо что вот отвечать начали дело в том что если присутствует трение то мы не всегда можем указать не только какие силы действуют силы трения покоя или силы трения скольжения но мы даже направление этих сил не можем определить потому что сила трения покоя может быть направлена как в одну сторону так и в противоположную поэтому вот эти задачки они традиционно являются наиболее трудными и вот в ЕГЭ такие задачи почти каждый год встречаются ну очень часто именно на силе трения покоя и большинство ребят потыкаются поэтому давайте сегодня мы вот разберем именно эту тему причем вот мои соавторы меня немножечко упрекнули за вчерашний за мой предыдущий вебинар что я немножечко так как бы голопом по Европам двигался и может быть торопился желая побольше рассказать в то время как может быть действительно давайте мы не торопясь я специально на презентацию пауэрпойнтерскую вынес одну но ключевую ситуацию которая является самой главной а потом мы более ну менее подробно точнее разберем и другие значит вот ну это наша заставочка тут все понятно мы от синомости выступаем вот по материалам нашего ОМК сегодня вот мои соавторы тоже присутствуют на вебинаре значит в качестве эпиграфа к сегодняшнему вебинару я вот хотел бы такое мне очень нравится это высказывание его к Платону приписывают противоречие есть необходимое условие для побуждения души к размышлению вот это вообще очень важный секрет на этом основан жгучий интерес к детективным и романам историям начинается с противоречия фокусы все на этом основаны все фокусы вот фокус показывает то чего казалось бы быть не может но оно есть искусство фокусника состоит не в том что он нарушает законы природы а в том что он умеет искусственно их использовать но таким образом что кажется будто есть противоречия наиболее эффектные демонстрации по физике тоже вот они выглядят часто как фокусы и это всегда вызывает интересы детей и противоречия конечно же это и стимул развития его надо использовать максимально и вот я специально подобрал такую ситуацию где вот действительно вот вот эта ситуация которая в той или иной форме встречается во многих очень задачах в том числе в заданиях ЕГЭ или силу прикладывают или привязана веревочка через блок перекинута и грузик тянет вот два бруска нижний брусок находится на гладком столе вот слово гладком мы выделили курсьем чтобы догадались что тут можно трение пренебречь и вот верхний кусок к нему приложена сила постоянная и коэффициент трения между брусками равен мил вот заданные количественные значения чему равна масса брусков чему равен эксцентраль и вот прикладывают силу и вот смотрите сейчас вот у нас я вот видите это буковка жестой я специально у нас перед ней есть аж до буквы л вот я сейчас и буква л появится вот то есть мы используем наш метод который пронизывает вот весь наш курс седьмого по одиннадцати класс можно его метод исследования ключевых ситуаций которые можно иначе назвать обучение решению задач с помощью постановки задач потому что задачи как вот я уже многократно говорил и буду не устаю повторять потому что это нетривиальная мысль и она очень важная для задачи в их традиционной постановке там где уже задан вопрос задача состоит из двух частей условий и вопрос и все к этому привыкли так вот эта форма она предназначена только для контроля она не предназначена для обучения и именно потому и возникают трудности при обучении решению задач что казалось бы это естественно да чтобы научиться решать задачи надо решать задачи а нет вот казалось бы это ну сам собой напрашивающийся вывод но мы увидим какая низкая эффективность всего по статистике всего 5% выпускников научаются решать задачи многоходов там где ну не просто подставить надо численные данные уже готовую формулу а там где нужно составить систему уравнений вот всего 5% а почему потому что практически всех учат традиционным способом но задача в ее традиционной форме она не подходит для обучения почему а что тогда проверять если задача это инструмент контроля то возникает вопрос а что она контролирует что она проверяет задача проверяет умение исследовать ситуацию потому что для того чтобы решить более или менее трудную задачу надо исследовать ситуацию которая описана в условии но этому не учат ну практически не учат хорошие учителя учат и так сказать обычно они сами к этому приходят это вот такой фольклор или они более опытных товарищей учат но как системы к сожалению этого ну пока нет судя по вот этому КПД 5% это как у паровоза вот хотя бы чтобы как у тепловоза было 30 или у трансформатора 99 совсем замечательно было бы под 100 значит вот смотрите вот первый же ну не первый вопрос у нас этот вопрос же я сейчас все буду полностью показывать найдите ускорение брусков и вот в такой формулировке эта задача очень трудна ее вот как показывает опыт мало кто решает потому что вот даже написать систему уравнений здесь сложно потому что неизвестно какие силы действуют между брусками бруски могут под действием силы ф начать двигаться как единое целое вместе с одинаковым ускорением а может верхний брусок начать скользить по нижнему и нижний тоже будет естественно скользить под действием силы трения когда они будут двигаться с различными ускорениями и вот мы сначала вот есть несколько типов таких вот ситуаций когда надо понять что будет да вот там с уравнением теплового баланса да вот мы воду и лед смешиваем и неизвестно какое будет конечное состояние это может быть только вода только лед или лед и вода и в зависимости от этого задачи надо ставить по-разному и неизвестные величины разные и тут то же самое потому что вот ну правильнее было бы тут найдите ускорение я брусков но мы уже не провоцировали то значит потому что мы уже выяснили до этого что при этих данных бруски будут двигаться как единое целое были бы другие численные данные и они бы двигались разными ускорениями значит мы видим что даже для того чтобы записать уравнение второго закона Ньютона нам надо предварительно узнать какая же будет сила трения между брусками и у нас вроде бы получается замкнутый круг для того чтобы написать систему равнили надо знать какая сила будет действовать между брусками а для того чтобы узнать какая сила будет действовать между брусками надо сначала написать систему равнили и вот мы собственно говоря сегодня будем искать выход из этого затруднения тут ну я предложу два возможных выхода один из них мы подробно рассмотрим второй на месте значит то есть вот найти ускорение брусков проблема в том потому что мы не знаем заранее, какие силы трения действуют между брусками. Силы трения скольжения или силы трения поток. Дальше вот вопрос L у нас есть, последний, вот при исследовании этой ситуации. То есть видите, мы исследуем вот эти вопросы, которые у нас по ситуации. Это вопросы, которые мы предлагаем не формулировать сразу ученикам, а стремиться к тому, чтобы наводить их на постановку этих вопросов. Потому что исследование в том и заключается, что ученик, умеющий исследовать, он умеет задавать вопросы. На самом деле последовательность вопросов, которые нужно задать, она в общем-то более или менее стандартная. Но вот к сожалению, вместо того, чтобы обратить главное внимание на ситуацию, большинство учащихся фокусируют внимание на поставленном вопросе. И это ставит их в тупик, потому что они прямого ответа не видят. И у них возникает паралич у многих. Они не знают, с чего начать. И когда учитель начинает писать уравнения, у них возникает ощущение, что учитель фокусник. Ну почему он именно эти уравнения написал? Вот в учебнике сотни уравнений. Почему он именно эти выбрал? Вот исходя из чего? На самом деле мы-то с вами знаем, что надо просто записать все соотношения справедливые для этой ситуации, не глядя на поставленный вопрос. Вот искусство в золотом правиле решения задач, первый пункт этого правила, гласит, что нужно на время закрыть поставленный вопрос. И сосредоточиться внимание на ситуации, описанной в условиях задачи. Вот смотрите, вот это последний вопрос. Какую горизонтальную силу надо приложить к верхнему бруску, чтобы сорвать его с нижнего? Вот верхний тяжелый, ну массивный, у него масса килограмм, а нижний легенький, у него 200 граммов масса всего. Вот это такой провокационный вопрос, можно даже предложить ребятам. Какова максимальная? Многие, многие очень, не только ученики, но и учителя, говорят, что нужно приложить силу большую, чем максимальная сила трения покоя. Она в данном случае легко посчитать, она равна 4 ньютонам, да, масса верхнего бруска килограмм, коэффициент трения 0,4, поэтому максимальная сила трения покоя равная, мы принимаем ее в школьных задачах, равной силе трения скольжения, но МЖ это 4 ньютона, так, а ответ вот какой мы к нему придем, на самом деле, чтобы сорвать верхний брусок с нижнего, ему надо приложить горизонтальную силу, превышающую 24 ньютона, то есть более чем в 6 раз больше, чем максимальная сила трения покоя. Вот, даже если это вы начнете с этого, чтобы заинтриговать, вот действительно возникает противоречие тогда, почему же такую сумасшедшую силу надо, тут интуиция может, вот представьте себе, что саночки легенькие, да, на саночках лежит мешок с песком, а санки на льду. И вот для того, чтобы этот мешок сорвать с санок, ему нужна сумасшедшую силу, его рвануть надо с силой во много раз превышающей его силы тяжести, которая на него действует. Почему? Потому что если с меньшей силой тянуть, санки будут ехать за мешком. Поэтому вот эту ситуацию нужно исследовать. Вот давайте мы начнем, то есть мы видим, что с кондачка, с этим кавалерийским наскоком, эту ситуацию исследовать нельзя. Вот, потому что вот на эти вопросы, казалось бы, простые, да, с каким ускорением будут двигаться бруски, какую силу нужно приложить, чтобы сорвать верхний брусок, не видно дороги к ним прямой. Поэтому мы применяем стандартный подход. Стандартный. Мы начинаем рассматривать, что тут происходит. Начинаем с того, что какие силы действуют. Вот первые вопросы. Какие силы действуют на верхний брусок, какие силы действуют на нижний брусок. Ну, сила тяжести и сила нормальной реакции действуют на каждый брусок, который равновешивает друг друга. Но, кроме того, ну, сила трения, скольжения со стороны стола можно пренебречь. Поэтому на каждый из брусков будут действовать еще горизонтальные силы. Какие? Ну, на верхний брусок сила F, которая нам дана в условии, и сила трения со стороны нижнего, направленная противоположно, в данном случае, влево. Влево будет направлен. Мой курсор виден? Подтвердите, пожалуйста. Видим курсор? Чтобы я знал, можно ли им пользоваться. Напишите, кто-нибудь. Значит, поэтому на верхний брусок будет действовать сила трения, направленная влево, но мы не знаем, какая это будет сила трения. Будет ли это сила трения покоя, тогда они вместе скользят. Либо это сила трения скольжения, тогда верхний брусок... Спасибо, Руслан. Тогда верхний брусок скользит по нижнему. Как же нам действовать? Вот здесь есть, мы должны какой-то предположить один из этих вариантов. В зависимости от того, что мы предположим, мы дальше действуем, но мы должны знать, ответ, который мы получим, он реален или нереален? Может ли этот ответ, полученный нами, быть правильным? Вот давайте мы предположим, что между брусками действуют сила трения скольжения. Если между ними действуют сила трения скольжения, то тогда мы можем составить систему уравнений для брусков. Ну вот, что в этой системе уравнений, давайте вот мы эту систему уравнений запишем. Вот эта система уравнений. Что тут является у нас искомыми величинами? Искомыми величинами является ускорение брусков. Вот А, вот это вот для верхнего бруска мы написали, оси справа. Это для нижнего бруска. Вот АВ это ускорение верхнего бруска. АН ускорение нижнего бруска. Ну, можем Системы двух уравнений с двумя неизвестными Решаем в общем виде Вот И вот при заданных условиях Значения величин Вот у нас решение в общем виде И вот мы получаем Вот мы получили, что ускорение верхнего бруска 16 метров Секунду за секунду Или на секунду в квадрате И так и так называют А ускорение нижнего бруска 20 метров секунду за секунду Вот могут ли Эти значения Ускорения брусков быть правильными Вот пожалуйста Напишите ваше мнение Могут ли они быть правильными И обоснуйте этот ответ Если да, то почему Если нет, то почему Пожалуйста, это буквально несколько слов Могут ли вот найденные ускорения Верхний брусок, за который тянут Силы F Его ускорение 16 метров Секунду за секунду А ускорение нижнего бруска Тоже вправо, естественно У нас это Мы находили проекцию ускорения Сначала Поэтому она положительная И вправо Так, пожалуйста, дорогие Слушатели Те, кто еще не заснул Могут ли эти Значения ускорения Ускорения брусков Быть правильными Верхний 16 метров Секунду за секунду А нижний 20 метров Секунду за секунду Ау Так, хорошего вечера Ну а Ответ на вопрос мой Могут ли Верхний брусок двигаться Наверное, нет Правильно А почему Нет, не могут Не могут Правильно А почему не могут Почему Верхний Что Верхний нет А подождите Вот мы получили Два Два Значения Для верхнего Мы одновременно Получили оба Мы решали Систему уравнений Так Вот Почему Не может Верхний брусок Двигаться с ускорением 16 А нижний 20 Ну подумайте Давайте с вами Представим Мы тянем За верхний брусок Если верхний брусок Скользит По нижнему То ускорение Какого бруска Должно быть больше Верхнего Или нижнего Конечно Ускорение Верхнего бруска Должно быть Больше Чем нижнего А что мы получили Ускорение Верхнего 16 А ускорение Нижнего 20 Значит Таким образом Наше Предположение О том Что между брусками Действует Сила трения Скольжения Неправильно А у нас всего Две возможности Да Либо между ними Действует Сила трения Скольжения либо силы трения покоя. Значит, проделанная нами работа напрасной не была, потому что мы знаем, что из двух возможностей одна неправильная, значит, правильно следующая. И это означает, что предположение между брусками, что между брусками действует силы трения скольжения, привело к противоречию, значит, между брусками действует силы трения покоя. И сейчас мы начнем это исследовать. То есть мы запишем уравнение второго закона Ньютона, предположение, что между ними действует силы трения покоя, и потом проверим тоже, что нет противоречия. Вот. И потом мы немножечко вернемся к этому. Предположим, что мы бы не так выбрали, да? Вот мы предположили вначале, что между брусками действует силы трения скольжения, пришли к противоречию. А если бы мы предположили, что между брусками действует силы трения покоя, какого типа противоречию мы могли бы прийти? Вот давайте это дальше мы... Видите, вот вроде бы задачка простенькая, да? И на самом деле она и правда несложная. Но для этого вот просто должна быть, ну, культура мышления. Вот. Вот я специально оставляю все время условия. Мы предлагаем, вот это Е уже, видите, вот тут мы идем по алфавиту АБВГД и так дальше. Запишите второй закон Ньютона в проекциях на ось Х. Для каждого бруска предположим, что между ними действует силы трения покоя. Вот. Вот мы написали. А тут, в этой системе уравнений, скажите, пожалуйста, какие тут два уравнения, а какие два неизвестных тут? Какие в этой системе уравнений, какие два неизвестных? Так, пожалуйста, дорогие слушатели, включите, пожалуйста, потому что и вам же тоже будет намного интереснее, если мы вместе будем... Какие две величины являются искомыми вот в этой системе уравнений? Система двух уравнений, да? Какие два неизвестных? Какие два неизвестных тут? Какие ускорения, правильно, общие? Теперь уже два бруска движутся как единое целое, между ними мы предположили, что действует сила трения. Сила. Какая сила, Марина? Какая сила? Трение покоя, правильно. Правильно, Дамир. Значит, мы не знаем, чему равна сила трения покоя. Вот если для сила трения скольжения мы можем сразу писать, что это μНЖ, то, правильно, ускорение и сила трения покоя. Правильно, правильно. Вот теперь, то есть, сила трения покоя, она может изменяться, да, по модулю от нуля до μН, правильно? И мы не знаем заранее, чему она равна. Но, предположим, что мы бы выбрали это в самом начале и нашли бы, чему она равна. Скажите, пожалуйста, чему она может быть равна и чему она не может быть равна. Какое есть ограничение на силу трения покоя? Вот на силу трения покоя есть ограничение. Какое? Ну, давайте я... Сила трения покоя по модуле не может превышать силу трения скольжения. Ну, на самом деле, она немножко может превышать, но мы в школьных задачах этим пренебрегаем и играем в такую игру, что максимальное значение силы трения покоя равно силе трения скольжения. Вот мы записываем так. У нас эта система уровня неизвестна. Мы можем найти ускорение брусков и можем найти силу трения покоя. Вот давайте находим ускорение брусков. Вот выражение для ускорения. Тут совсем легко найти. Раз они движутся как одно целое, то сила F действует на одно тело массой равной сумме масс. И да-да-да-да-да, совершенно верно. Вот. Наталья, вы вот свое отчество написали, потому что вы вот написали Наталья Лифанова, Лифановна. Ну, это я так, что мне неудобно к вам по имени обращаться. Значит, ускорение 16,7. Вот. А чему равен модуль силы трения? Вот это второе неизвестное. 3,3. И вот сила трения покоя не может превышать максимальное. Выполняется ли разница? Выполняется. Мы с вами уже посчитали, что максимальная сила трения покоя 4 ньютона. Значит, она не должна превышать 4 ньютонов. Она и не превышает. Значит, тут все в порядке. Вот. Теперь мы начинаем подкапываться под сложный очень вопрос. С каким же, с какой же силой, которая у нас Л будет, это К, видите, мы вплотную к Л подошли. С каким максимально возможным ускорением может двигаться нижний брусок? С каким максимально возможным ускорением? Во-первых, в каком случае ему будет сообщено максимально возможное ускорение? С каким максимально возможным ускорением? Вот верхний брусок может с любым ускорением, да? Если вот силу F мы прикладываем, и мы можем, в принципе, ну, сумасшедшую силу там поставить ракету какую-нибудь, и она рванет прямо это. Вот. А нижний брусок, он только поддельно правильно, правильно, Домир. Дело в том, что нижний брусок, на него действует либо сила трения покоя со стороны верхнего, либо сила трения скольжения. И больше, чем 4 ньютона, на него не может действовать сила. А раз на него не может действовать сила большая, чем 4 ньютона, то с каким максимально возможным ускорением он может двигаться? Нижний брусок. С каким максимально возможным? Ну, не два, не два. У него же всего-навсего масса. О! У него масса-то всего 200 граммов. И поэтому он может двигаться с максимально возможным ускорением 20 метров в секунду за секунду. Два раза больше, чем ускорение свободного падения. Вот намеренно мы выбрали такие величины, чтобы, ну, включалось воображение. То есть максимальное ускорение, с которым может двигаться нижний брусок, 20 метров в секунду за секунду. И вот скажите теперь, какое ускорение надо сообщить верхнему бруску, для того, чтобы он начал скользить по нижнему? Вопрос. Пожалуй, больше 20, совершенно верно. Не ньютон, а больше 20 метров в секунду за секунду. Ускорение. Я спрашиваю, какое ускорение нужно сообщить верхнему? А верхний брусок, массивный, для того, чтобы ему сообщить такое приличное ускорение, надо довольно большую силу приложить. С учетом того, что на него не только эта сила действует, F, но еще и сила трения со стороны нижнего бруска, можно посчитать, это уже дальше не сложно, для того, чтобы сорвать верхний брусок. Это все вот в том PDF-файле, который выложен для вас, это все разобрано, и разобраны советы и ответы ко всем задачам, которые вот сейчас мы будем рассматривать. Вот смотрите, какая красивая ситуация. Вот скажите, пожалуйста, вот это полезный был разбор, к чему я это спрашиваю? Вот один из моих соавторов мне после предыдущего моего вебинара сказал, что вот вы торопились немножечко, и лучше бы вы подробно разобрали одну ситуацию, а другие. И вот как, вот теперь ваше, мне важно, чтобы я знал, как мне в дальнейшем вебинар расстроить. Вот давать такой подробный разбор одной ситуации? Вот так. Давать подробный или давать подробный? Да, все, я тогда передам этому моему соавтору, это была Альбина Александровна Булатова, сегодня вот ее на вебинаре нету, но я обещаю, что я ей это передам. Вот она меня укрепнула с того, что я торопился. Я вот послушал ее, и вот видите, более подробно мы разобрали вот эту вот, ну, это вот ключевая, вот это уж действительно ключевая ситуация. На ней очень много сидит. Вот теперь смотрите, это вот задачка взятая из ЕГЭ прямо. Ну, там, данные немножко переформулированы, она не буквально совпадает, но идея задачи, она и задача, как многих есть. Вот смотрите, узнаете, да, вот она, видите, похожая задача. Мы после каждой, после каждой подробно разобранной задачи, мы даем обязательно похожую, одну или две задачки, чтобы, ну, ребята могли потренироваться. Можно ее на дом задать после подробного разбора в классе, а основной задачей эту задать надо. Значит, а можно предложить им тут же в классе самостоятельно решить. Значит, причем они могут помогать друг другу, что, кстати говоря, полезно очень, чтобы они помогали друг другу. Значит, вот тут все понятно, да, тоже на гладком столе, но теперь привязаны не к верхнему, а к нижнему грузку привязана нить и грузик. Вот в некоторый момент груз вначале удерживает, груз трением в блоке можно пренебречь и отпускает без толчка. И вот здесь уже нету такой подробной разбора. Мы предполагаем, что ребята уже понимают, что надо начинать. Ну, мы облегчили немножко. Мы спрашиваем, при каком коэффициенте трения между брусками они будут двигаться как единое целое. Как надо строить стратегию продвижения к ответу на этот вопрос? Ну, опять же, надо исследовать ситуацию как единое целое. Мы предполагаем, что они движутся как единое целое. Это значит, что между ними действуют силы трения какие? Покоя или скольжения. Если они движутся как единое целое. Силы трения покоя. Раз между ними действуют силы трения покоя, мы легко можем все найти, они движутся как единое целое. Такие задачки есть. По сути, это один груз, еще и без трения по столу скользит. И вот, когда мы узнаем, с каким ускорением будут двигаться, мы сможем определить, зная ускорение, какая же сила действовала на верхний брусок, разгоняя его. Правда? Если мы будем знать, какое ускорение. То есть, мы тогда сможем узнать, чем равна сила трения покоя. И вот какое ограничение. Сила трения покоя не может превышать силу трения скольжения. Вот это вот ограничение, оно все время играет в задачках о силе трения. Поэтому вот отвечаем. А дальше, вот уже когда они разобрались, вот, чему равно ускорение брусков. Если коэффициент трения между ними равен 0,5, то есть это больше, чем минимальный из тех, которые для А. Сначала А мы, как бы, проводим границу, чтобы понять, при каких значениях коэффициента трения будет один режим движения, оба бруска движутся вместе, и при каких значениях коэффициента трения верхний брусок будет скользить по нижнему. Точнее, нижний будет выскальзывать из-под верхнего. Вот. Значит, ну, вот это, видите, такая похожая задачка. Дальше, вот смотрите, это у нас уже в задачах по теме, у нас есть после каждого параграфа дополнительные вопросы и задания. Обычно трех уровней сложности, если это параграф со звездочкой, то там два уровня сложности, повышенный и высокий. Вот, смотрите, видите, вот похожие задачки для того, чтобы ребята могли один раз силовать тележка, это тоже самое без трения по столу, один раз силу приложено к тележке легенькой, ее вырывают из-под, ну, и когда удается, когда нет, вот мы, вот, тут тележке прикладывают горизонтально направленную силу, которая выдергивает тележку из-под бруска. Каким может быть модуль этой силы? Вот, мы, так сказать, вот, из-за одного эксцентрения. А здесь, вот, к бруску прикладывают горизонтально направленную силу, под действием которой брусок начинает скользить по тележке. Вот. Каким может быть модуль этой силы? То есть, вот, мы, как бы, так, уже полное исследование этой ситуации. Вот. И вот задачка трудная, она, вот, ЕГЭ бывала в одном виде, в другом виде, когда брусок на длинной доске находится, встречалась у вас в регионе такая задача, брусок на длинной доске, либо доске сообщает какую-то силу, либо брусок сообщает какую-то скорость в начале. Вот. Мне интересно, такая задачка попадалась в вашем регионе или нет, где рассматривается движение бруска по доске, сама доска лежит на гладком столе. Так. Было или нет? Я жду. Черкните кто-нибудь, пожалуйста. Мне просто... Ну, черкните те, у кого было, чтобы мы... Кому такая вот в регионе такая задачка попадалась в последние, я знаю, несколько лет. Вот. Не было такой задачки. Значит, вот эта задачка была в одном из регионов. Дело в том, что в... Ну, в какие-то годы попадали практически, ну, многие задания в сеть попадали, а в 13-м году вообще все попало в сеть. Поэтому благодаря этому, так сказать, такой достаточно большой можно обзор. И, в общем, как бы ситуации, ну, уже в значительной степени повторяются, что облегчает, конечно, подготовку к ЕГЭ, потому что, ну, каждый раз, в общем, стараются добавить там одну, две, иногда три новых ситуации, но в большинстве случаев это ситуации, которые в той или иной мере, может, с другими вопросами по ним были на... Вот смотрите, какая задачка. Значит, вот на гладком столе лежит доска, на доске лежит брусочек. И вот, ну, будем считать, что размерами бруска по сравнению с длиной доски можно применить. И вот начинают, к доске прикладывают горизонтально направленную силу, F. Вот она. И спрашивается, первое, начнет ли брусок скользить по доске? Вот мы, видите, даем полезные советы. Я говорил, что у нас в наших ОМК есть... Вот, это... Есть ответ, будет или не будет, но вот начнет ли скользить? Мы говорим, найдите ускорение бруска, которое может сообщить ему максимальная сила трения покоя со стороны доски. Этим и определяется, начнет он скользить или не начнет. Или будет двигаться вместе. То есть, можно предположить, что он движется вместе с доской. Легко найти ускорение. А потом надо узнать, может ли сила трения покоя сообщить ему такое ускорение. Если может, тогда все, будет действительно как единое сила. А если не может, тогда начнет скользить. И вот следующее. Если да, ну тут подобрали вот эти данные, что будет, то через какой промежуток времени после начала действия силы брусок соскользнет с доски? Значит, ну, как можно найти? Смотрите, мы... Не так просто кажется, да? Потому что вот он начал скользить, брусок скользит по доске, соска скользит по столу. И погонишься за двумя зайцами, ни одного не поймаешь. Как можно... За что можно ухватиться? Какой совет вы бы дали ученику? Как можно узнать, через какой промежуток времени после начала действия силы он скользнет с доски? Вот мы даем такой совет, смотрите. Вот он. Брусок сейчас скользнет с доски в момент, когда пройденный доской путь будет больше, чем путь, пройденный бруском от соседнего стола, на длину доски. То есть, если мы нашли уже ускорение бруска, нашли ускорение доски, то мы можем определить, за время, за какое путь пройдет и брусок, и доска за время Т. Можно найти относительное ускорение. Совершенно верно, Данил. Но поскольку, понимаете, вообще переход из одной системы в другую, и относить даже скорости трудно с трудом находит. Даже некоторые учителя. А ученики почти все. А вот относительное ускорение, это, конечно, можно найти относительное ускорение. Совершенно верно. И тогда, зная длину доски, можно найти время, за которое брусок, как бы, с этим относительным ускорением пройдет до доски. Но поскольку понятие относительного ускорения могло бы просто испугать многих, поэтому более простой вариант. За время Т находим какой путь пройдет доска, какой путь пройдет брусок и находим время соскальзывания из условия, что путь пройденный доской будет на длину доски больше, чем путь пройденный бруском относительно стола. Но это на самом деле то же самое относительное ускорение, о котором вы говорите. Когда мы вычитаем, мы... Вот теперь как и еще были задачи на эту же тему. В начальной, вот забудьте об этой силе, лежит доска на гладком столе, брусок, и бруску сообщает начальную скорость. Брусок, вот слава богу, чем это легче, бруску сообщили начальную скорость, но и сказано. Облегчение состоит в том, что сказано, что он начал скользить по доске. Но вообще говоря, предположим, что это не сказано. Вот взяли и сообщили начальную скорость. Ну, он, наверное, в любом случае начнет, потому что если ему скачком сообщили какую-то скорость, то ускорение было бесконечно. Но пусть даже сообщили, что он начал скользить. И такой провокационный вопрос задается. Сколько времени брусок будет скользить по доске? А вот это, скажите, пожалуйста, в чем неопределенность? Вот представьте себе, мы столкнули брусок, задана длина доски, задан коэффициент трения между ними, масса заданная. Столкнули брусок, сообщили ему начальную скорость, известную. И спрашивают, сколько времени брусок будет скользить по доске? Где тут развилка? Какие возможные варианты развития событий? Напишите, пожалуйста. Еще раз. Начальный момент. Брусок и доска сначала покоились и толчком щелкнули по бруску. И он сообщили ему некоторую начальную скорость. И он начал скользить по доске влево. А доска длинная, но длина задана. Длина доски задана. И спрашивается, сколько времени брусок будет скользить по доске? Где тут развилка? Какие возможные варианты? Вот, совершенно верно. Ну, Дамир, вы сегодня чемпион. И вот, молодец. Вот просто молодец. Конечно. Значит, два варианта есть какие. Брусок может скользить-скользить вдоль доски. Его скорость же при этом будет уменьшаться относительно доски. И он может, если доска достаточно длинная или концентрение достаточно большое, он может остановиться относительно доски и после этого уже скользить вместе с ней. А вопрос был, сколько времени брусок будет скользить по доске. Значит, первый вариант. Скорость бруска относительная, правильно Дамир написал, относительно доски может стать равной нулю. И мы должны тогда... Либо брусок может соскользнуть с доски. И дальше они скользят каждый со своей скоростью. Брусок и доска. Тогда нужно найти время, в течение которого он... Вот такая задачка тоже была. Вот. И именно из-за того, что эту развилку не проанализировали, не увидели, вот возникли трудности. Значит, ну, давайте вернемся. Я хочу буквально несколько показать вам. Значит, вот этот параграф. Посмотрите. Я вам рассказывал сегодня более или менее подробно только один из пунктов. Первый – это как исследовать движение системы тел. Потом мы рассматриваем движение системы тел без учета трения. То есть вот знакомые вам ситуации. Самую простую сначала берем. Два брусочка, связанные нитью. Причем начинаем с того, что они на гладком столе лежат, для того, чтобы научились ребята работать с системой. То это вы все время с одним телом обычно работали. Здесь система тел нужно... Причем нетривиально нужно обосновать, почему. Вот смотрите. Они связаны нитью. И вот эта нить с одинаковой по модулю силой действует и на один брусок, и на другой. А когда спрашиваешь, а почему эти силы одинаковые? Почему нить с одинаковой по модулю силой действует на один брусок и на другой? Вот скажите, пожалуйста, как это можно обосновать? Почему нить в условии сказано, что легкая нить? Если бы этого слова не было, то тогда бы... Это силы... Равенство сил обусловлено третьим законом Ньютона, но не только им, а еще тем, что массой нити можно пренебрить. Представьте себе. Да, вот совершенно верно. Ну, то, что нерастяжимо здесь, ну, не растягивается в процессе движения. Да. Но, кстати, это вот не важно. Для равенства сил вот нерастяжимость для другого нужна, Наталья. Нерастяжимость нити, она нужна для того, чтобы обосновать, что бруски будут двигаться с одинаковыми скоростями и, следовательно, с одинаковыми ускорениями. Вот где работает нерастяжимость. Потому что оговорки тоже какой-то смысл имеют, и надо уметь их расшифровывать. Вот нерастяжимость важна только для обоснования равенства сил, скоростей и ускорений. А вот невесомость важна для обоснования того, что силы равны. Вот представьте себе, что вместо невесомой нити, там тяжелая цепь между ними, якорная такая цепь, где каждое звено, массу имеет там килограмм, а то и больше. Тогда понятно, что силы разные будут, потому что сила, которая действует со стороны вот здесь вот первого бруска, она должна сообщить ускорение не только бруску следующему, но и этой нити, правильно, которая цепь теперь. Поэтому вот почему иногда можно услышать, что эти силы равны, потому что это одна и та же нить. Это неверно, потому что можно для цепи тоже, потому что это одна и та же цепь. Нет. Важно то, что равнодействующая сил, приложенных к этой нити, равна нулю, потому что ее массой можно пренебречь. А раз равнодействующая сил, приложенных к нити, равна нулю, значит на нить действуют влево и право силы, равные по модулю. А тогда уже по третьему закону Ньютона мы говорим, что со стороны нити на бруски тоже действуют силы, равные по модулю. То есть видите, казалось бы, вещь простая, да, для того, чтобы обосновать ее, нужно добраться до... Так. Дальше, вот, то есть это вот видите движение, вот тут уже через блок, вот поначалу видите трения нету, все потихонечку. Вот это известная задача. Здесь нетривиально, массы разные, да, а веса у этих грузов будут какие? Разные или одинаковые, если можно пренебречь трением в воздухе? Разные или... Вот. Веса будут у них одинаковые, да, потому что... Так. Нет, одинаковые, Марина. Одинаковые, потому что вес это сила, которая тело растягивает под вес. А если мы пренебрегаем массой нити и пренебрегаем трением в блоке, то веса одинаковые. Вот смотрите, вот видите, сколько интересного. На самом деле надо просто это интересное, ну, навести ребят на эти открытия, да. Вот где два блока, подвижные, неподвижные. Вот тут уже пружинка, чтобы можно было повторить, что с силой. Вот наклонную плоскость. То есть нужно все время, мы старались подбирать задания так, чтобы автоматом происходили повторения того, что было раньше. И кинематика, и то, что по динамике было раньше. Потому что, ну, если не повторять, причем повторять в действии, а не просто заучивая, то, естественно, все забывается. Второй закон термодинамики, он беспощаден. Вот. И стремление к хаосу, то есть к забыванию, оно непреодолимо, если мы не будем с ним бороться. Вот. Вот это. И вот дальше вот это то, что мы сегодня разбирали. Движение системы телесечетом трения. Вот. И это я, вот этот выложен, вот этот фрагмент учебника выложен. Ну, вот это похожая задача, о которой мы сегодня говорили. Вот. Ну, я выложил весь целиком параграф, чтобы вы могли им при желании воспользоваться вашей работой. Вот. А теперь какие вопросы? Пожалуйста. Вот. Ой. Так это самое. Разбежался. Так. Какие? Спасибо большое. Но я очень старался, чтобы вам было интересно. И мы поблагодарим Альбину Александровну, которой сегодня вот с нами нету, за то, что вот ее методический вклад в вебинар. Дальше я так и буду стараться. Так. А вот вопросы. Есть ли вопросы по этой? Так. Тогда давайте я сделаю маленькое объявление. Значит, следующий наш вебинар, вот мой конкретно, будет через неделю, в следующий четверг. Мы поменялись с Альбиной Александровной, которая там первоначально... А я, по-моему, был через две недели, а на следующей неделе в связи с командировкой. Я собираюсь посетить Красноярск и провести там. Попробуем такой мастер-класс по обучению, решению задач, методам постановки задач. Вот. Если кто из Красноярска есть, можете передать, что вот такая планируется такая. Вот. Вам тоже большое спасибо. Значит, мы встречаемся с вами в следующий четверг. В следующий четверг у нас время встречи изменить нельзя. Не только место встречи изменить нельзя, но и время встречи изменить нельзя. Вот. Значит, мы встречаемся в 16 часов. Вопросов, как я понял, нету. Более или менее... Да, Дамир, я вас хотел поблагодарить за помощь сегодня. Вы большой молодец. Вот. И вы мне напишите, если, может, вы захотите. Может, у нас какие-то материалы по шлейфу, будет еще чего-то. Может, вы захотите принять участие в работе над нашим УМК, расширением его. Поэтому давайте я напишу мой электронный адрес. Сейчас. Надо было начинать с него, наверное. Вот, пожалуйста. Если у кого-то вопросы будут... Дамир, к вам просьба, пожалуйста, черкните мне. Нет. Может быть, у нас какое-то сотрудничество окажется возможным. Вы просто молодцом. Сегодня вот абсолютно... Это... Так. Значит, спасибо. А почему только по сборникам задач? У нас же есть... Ну, правда, сейчас учебники наши в виде учебных пособий. Вот. И подключайте и учебники тоже, Елена Валентиновна. Мне кажется, что, ребятам, это будет полезно. Вот. Ну, большое спасибо. Если вопросов нет, значит, мы тогда с вами расстаемся на неделю. Вот. Все. Спасибо, спасибо, спасибо большое вам. И с вами очень интересно сотрудничать было сегодня. У нас было взаимодействие. Попробуем так и дальше. Всего самого доброго. До свидания. Встречаемся через неделю. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...